Здравствуйте, дорогие зрители! Сегодня у нас для вас есть несколько новостей. Садитесь поудобнее, приготовьтесь слушать. Итак, первая новость у нас о Фернандо Колонге, который развенчал все слухи о романе с Бланкой Сотом. Он сказал, что это только дружба и всё. Но ещё ему приятно с ней работать. Вот сейчас у них новая постановка театральная, они там вместе. Она очень хорошая коллега. В общем, всё замечательно. Но очень жаль, конечно, красивая пара получилась бы. И вообще зря это он всё. Потому что сейчас опять начнётся, с кем живёт, а какого пола тот, с кем он живёт. Начнут искать с собаками, компромат и всё такое прочее. Хотя, казалось бы, какое нам, зрителям, до этого дело. Лишь бы Фернандо радовал нас своими новыми ролями, а с личной своей жизнью он как-нибудь разберётся и сам. Интересно то, что Бланка на вопрос об отношениях с Фернандо предпочла вообще ничего не отвечать. И когда её в интервью об этом спросили, она сказала, что она его очень уважает, он прекрасный коллега. А всё остальное я, говорит, комментировать не хочу. Вот и думайте сами. Решайте, так сказать, сами. Есть там что-то или там ничего нет. Одно понятно, что, так сказать, пресса на этом не успокоится, пока не найдёт что-либо. Умберто Сурита чуть не подрался с товарищами по театральной постановке. Вот что значит перебрать лишнего. Как говорится, у накопа мас, то есть ещё один бокальчик, да, и можно вызывать полицию, не ошибётесь. Видимо, не сошлись в трактовке мизансцены. А, сами понимаете, хороший хук в челюсть всегда помогает решить творческие разногласия. Более того, он очень отрезуляет и ставит мозги на место. Ага. Кстати, один из свидетелей потасовки, о котором мы рассказывали вам две передачи подряд, Серхио Гуйри, он там присутствовал, он пояснил обстоятельства развода с женой. Он рассказал, что никого не бил, что пресса напридумывала не вещь то, что он кабальеру до мозга костей и расстался с женой цивилизованно. Серхио подтвердил, что с женой он не живёт с января месяца, но о причинах развода не стал просвещать публику, чтобы не вовлекать посторонних лиц. Ну, тут и к бабке ходить не надо, есть у него причины молчать. И причине этой лета так 20 небольшим. Пуарториканке Карле Монроек стало плохо во время записи программы на пуарториканском телевидении, где она ведущая. Её срочно отвезли в клинику, но, к счастью, ничего серьёзного не произошло. И Карла уже вернулась к работе. Ну, возможно, это просто переутомление. Она недавно родила ребёнка. И, в общем, сами понимаете, что работа на телевидении, она ни временных границ не соблюдает, ни там поесть некогда. В общем, ну, наверное, загоняли женщину. Работать, конечно, надо меньше при таких обстоятельствах и думать в первую очередь о своём здоровье. Новость на все 100. Хорхес Алинас, наконец, согласился платить алименты своим своим детям в размере 52 тысячи песу ежемесячно. После развода в 2008 году его бывшая супруга Фатима Боджо потребовала алиментов в размере 40% ежемесячного дохода Хорхе. Он сказал, что на это пойти никак не может, категорически не согласился с такими суммами, и тогда она выдвинула требования к его родителям. Ну, что, не хочешь платить сам, пусть заплатят твои папа и мама, которые родили такого скрягу. И вот не прошло и пяти лет, как они договорились, слава Богу. Ну, вот, знаете, как что интересно? А как эти пять лет Фатима содержала сыновей? Наверное, они святым духом питались, или всё-таки папашка подкидывал что-нибудь на прокорм детям? Эва Лангория дала пищу для разговоров на этой неделе. Ну, причём разговоров разнообразных. Сначала её сфотографировали с её бывшим женихом Эдуардо Крусом, братом Пеневопы Крусом. Пресса сразу же сделала выводы о том, что Эва решила дать Эдуарду третий шанс возобновить отношения. Но произошёл облом. Лангория заявила в Твиттере, что ничего подобного, что это просто галимая ложь-неправда. Ну, а потом появилась новость, что она встретила свою новую любовь, какого-то мексиканского бизнесмена. Ну, мифического кавалера пока никто не видел, но может это и к лучшему. Или он хорошо шифруется, или просто-напросто, так сказать, Лангория научилась уходить от папарацци. Ну, пусть уже девушка спокойно наслаждается жизнью, потому что наверняка вот эта жизнь под прицелом фотокамер ей смертельно надоела. А бывший муж Шеве, Тони Паркер, собирается жениться на девушке по имени Алекс Франси. И они не только собираются пожениться, но и скоро будут счастливыми родителями. У них родится мальчик, они уже знают пол-любёнка. Ну, вот, нормальная семья образцовая, с детьми. И, надеемся, никаких папарацци. Хотя Тони тоже знаменитость. Всё-таки один из самых лучших баскетболистов в мире. Анна де ля Ригера. Тоже у нас женщина, которая всегда дает пищу для разговоров, и которую желтая пресса очень любит. Сейчас она встречается с Диего Бонетт, который на 14 лет её младше. Аня исполнилась 36, ну, считайте сами, сколько парням. Личная жизнь у неё была бурная, скажем прямо. Она встречалась с Эриком Элиасом. Они снимались вместе в новелле «Хитанос», и их роман продолжался около года. Потом она очень долгое время встречалась с журналистом Хорхе Рамосом, который бросил её ради Венесуэлки, Чинки, Киры, Дельгадо. Очень там некрасивая была потом полемика в Твиттере. Анна сделала всё, чтобы, в общем, своего бывшего возлюбленного унизить. Она сказала, что «Ха, я такая молодая и красивая с этим стариканом, да пусть, значит, эта самая Венесуэлка подавится». А вот потом у неё был роман с мексиканцем, мексиканским бизнесменом Тони Руисом, и отношения эти продолжались несколько месяцев и распались. Почему? Потому что он изменял Ане, как вы думаете, со сколькими женщинами одновременно? С тремя. Вот так вот. Ну что, надеемся, что сейчас будет всё нормально, и что Диего Банетт – человек порядочный, и не будет себя вести так, как вели эти двое вышеперечисленные. Ну и последняя новость у нас о аргентинской актрисе Расселе Гонсалес. Ей 46 лет, но возраст в свадьбе не помеха. Она собирается замуж. За кого? За своего собственного мужа Фабиана Мацелли. И вы спросите, как это может быть? Да очень просто. Это телевизионное шоу о свадьбах и Расселе покажет все приготовления к свадебной церемонии, начиная от выбора платья и кончая самой церемонии венчания. А сопровождать к алтарю невесту будут собственные дочь и сын. Ну вот. Замечательная вообще история, да? Не только, так сказать, с самой приятной, но и с окружающей публикой можно поделиться. То есть он тебя весь мир может видеть вот в момент самого радостного такого события. На сегодня все. Подписывайтесь на наш канал. До свидания. Ждем вас на следующей неделе. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok